Новый перинатальный центр Сочи будет готов 1 марта. Как идут работы сегодня, проверил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Вместо незаконных ларьков – новая клумба. В адлерском курортном городке продолжается демонтаж лишних павильонов. Сегодня стартовал набор будущих первоклассников. С 1 февраля школы начинают принимать заявления от родителей. В память дедов, сплотившихся за мир. Участники международного боксерского форума в Сочи возложили цветы к вечному огню. Комиссия Госстройнадзора начала свою работу в новом сочинском перинатальном центре, который, по предварительным оценкам, полностью будет готов к 1 марта. Сегодня об этом рассказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко во время своего очередного обхода нового медицинского учреждения. Расскажет Елена Овсецына. Вице-губернатор лично курирует стройку, которая изрядно затянулась, поэтому раз в неделю он на сочинском объекте. Современный перинатальный центр начали строить в 2014 году. Сроки сдачи объекта переносились, менялись и подрядные организации. И все же строительство шестиэтажного перинатального центра вышло на финишную прямую. Закоплено необходимое оборудование, медперсонал в ожидании переезда. Все оборудование находится здесь, на площадке. По мере готовности помещений начинается монтаж уже непосредственно медицинского оборудования. На 90% закончены отделочные работы. Сейчас уже идут, скажем так, тонкая шлифовка, устранение замечаний, выявленных дефектов. Завершаются все строительно-монтажные работы. В процессе установки лифты впереди пусконаладка медицинского оборудования. Вслед за комиссией госстройнадзора начнутся проверки с участием медицинских специалистов. Подрядчик заверяет теперь уже сроки сдачи объекта в эксплуатацию не будут сорваны. Здесь работает порядка полутысячи человек, это только рабочих, не учитывая механизаторов, разнорабочих, линейного ЭТР, охраны и так далее. По единицам техники у нас здесь уже в принципе минимальность, только вертикальный транспорт работает и несколько подъемных механизмов, потому что в принципе поставка материалов и оборудование уже на завершающей стадии находится. На сегодня строящийся перинатальный центр называют самым высокотехнологичным зданием. Он возводится в рамках целевой краевой программы модернизации здравоохранения Краснодарского края. По всей России таких единицы. Елена Всецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Три машины пострадали накануне вечером в ДТП. Авария произошла в поселке Якорная щель на улице Главная. По предварительным данным, 69-летний водитель Subaru Legacy, двигаясь с высокой скоростью, не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком Mercedes-Benz под управлением 51-летнего местного жителя. После этого Subaru отбросила на двигавшиеся сзади Mitsubishi Lancer. В результате пострадал один человек, водитель Subaru. Вместо незаконных ларьков – новая клумба. В адлерском курортном городке продолжается снос нелегальных объектов. Даже отдыхающие отмечают – торговых павильонов очень много, а вот мест для отдыха маловато. На самом деле здесь очень много павильонов повторяется. Одно и то же – мы приезжаем сюда часто. И хотелось бы, чтобы как-то была пересмотрена инфраструктурная система и как-то более современный вид это все получило. Демонтаж в адлерском курортном городке начался в январе. В 90-е ларьки были установлены на муниципальной земле без разрешительных документов. Теперь по решению суда все павильоны, признанные незаконными, сносят, а на их месте появятся цветочные клумбы и прогулочные зоны. В этом году это уже третий участок, на котором мы освобождаем незаконные объекты. Значит, по предварительным моим данным, это, наверное, одна десятая часть от планируемого. В этом году администрация города получила возможность привлекать к сносу сторонние организации, если владелец отказывается демонтировать все сам. Чтобы не затягивать процесс, работы выполнит подрядчик. Возместить эти расходы хозяин самостроя будет обязан. На 15 миллионов рублей в прошлом году были оштрафованы предприниматели в Сочи за ненадлежащее оформление своих сотрудников. Такие цифры были сегодня озвучены на первом в этом году заседании городской межведомственной комиссии по неформальной занятости. Свои отчеты о проделанной с начала года работе представили все четыре района города. Собственников магазинов, кафе и других объектов, которые нарушают трудовое законодательство, сегодня вызвали в мэрию. Нарушения разные, не оформленные как положено сотрудники, серые зарплаты, неуплата налогов и так далее. Каждый объект тщательно обсудили и абсолютно каждый теперь понесет наказание за нарушение закона. Так, например, за работника без договора штраф от 20 до 100 тысяч рублей. За прошлый год на сочинских бизнесменов таких было наложено на 15 миллионов рублей. Тема эта очень острая и социально значимая, отметили на совещании. Это очень важно, чтобы каждый работающий на стадии начала своей трудовой деятельности, карьеры, понимал, что идут отчисления в пенсионный фонд, идут отчисления в налоговую, идут отчисления в фонд социального страхования, потому что это те накопительные ресурсы, которые определяют благополучие человека на всех стадиях его жизни. Вторая задача – это пополнение налоговой базы, которая формируется в том числе за счет работающих граждан. А на эти деньги строятся детские сады и школы, ремонтируются дороги. В Сочи проводится большая работа с предпринимателями. Так, по итогам прошлого года Сочи вышел на первое место в Краснодарском крае по числу проведенных проверок и по количеству выписанных штрафов и протоколов за нарушение трудового законодательства. Благоустройство своими руками. Жители многоквартирных домов облагораживают дворы, и за это на городских конкурсах за лучшее благоустройство получают гранты и подарки, в том числе в виде бесплатной установки камер видеонаблюдения. В числе лауреатов сразу в нескольких номинациях – придомовая территория на улице Ленина. Там сегодня побывала наша съемочная группа. Лучший дворик – лучший подъезд. 155-й дом на Ленина отличился сразу в нескольких номинациях городского конкурса. Первое место заняла и управляющая компания, которая обслуживает этот жилой дом. Здесь своя маленькая фитофантазия. Этот деленый уголок создали сами жильцы. Возглавила работы Шадель Фсеропян. Сученко не дизайнер по профессии. Говорит, все дело в желании. С утра я проснулась, а здесь у нас стояло два гнилых сарая. И я решила их просто снести и создать вот такую красоту. Почает и поддерживает такие инициативы и сама управляющая компания. Альпик Сити много лет шла к званию лучшей. Мы гордимся своими домами, вот такими вот красивыми жильцами, которые сами, ну, за свои деньги, для своей души вот создали такой вот прекрасный уголочек. Жильцы, мы все это делаем сообща в двухэтажной старой постройке дома, но тем не менее они вот, видите, как могут быть красиво выглядеть. Если приложить сюда руки у творчества, а самое главное – желание. Красота, которая не требует денег, а требует души. Если мы вот сможем все свое население вот так вот сдвинуть, да, ну, поверьте, что вот сюда кто-то придет и у него рука, наверное, не поднимется, кинуть сюда бутылку или окурок. С наступлением весны к кактусам и бананам подсадят цветы. А вот на придомовой территории 63-го дома по улице Голубые Дали простор для творчества еще остался, несмотря на то, что жильцы периодически создают здесь уголки прикладного творчества. Здесь у сочинцев получился сказочный уголок. Гномы, избушка, мельница, что на очереди решают всем домом. Хочется, чтобы было приятно, чтобы было красиво, чтобы вид был из окна хороший. Поэтому жители наши стараются, не ждут ни от кого помощи. Самим надо проявлять инициативу. Пример инициативным горожанам подает муниципалитет. В прошлом году открыты четыре новых сквера. В этом будет не меньше. И сочинцам есть к чему стремиться. Поэтому и приятный вид из окна эти жители создают себе сами. Кто отличится по итогам этого года, по традиции определят в декабре на подведение итогов городского конкурса за лучшее благоустройство. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сегодня стартовал набор будущих первоклассников. С 1 февраля по всей стране школы начинают принимать заявления от родителей. В Сочи прием заявлений в первый класс для граждан, зарегистрированных на закрепленной за школой территории, начинается 1 февраля и завершается 30 июня. Для прописанных в другом месте граждан с 1 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В школу родителям необходимо предоставить заявление, а при себе иметь оригинал удостоверения личности. Также необходимо захватить с собой оригинал свидетельства о рождении ребенка и документ о регистрации будущего первоклассника по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Иностранные граждане дополнительно предъявляют документ, подтверждающий легальность пребывания в России. Зачисление оформляется приказом в течение 7 рабочих дней. Прием в первые классы проводится без вступительных испытаний. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае, а также для решения спорных вопросов, родителям необходимо обратиться в Управление по образованию и науке по адресу улица Юных Ленинцев, 5 или в территориальные отделы при районных администрациях. Также начинает работу «Горячая ленья» в городском управлении. Телефоны вы видите на экране. В Сочи сегодня вечером открылся Международный боксерский форум. Я напомню, такое мероприятие проходит впервые в истории. Форум проводится по инициативе Федерации бокса России совместно с Международными федерациями Олимпийского и профессионального бокса. В рамках форума в Сочи собрались представители ведущих боксерских организаций. Официальная программа Международного боксерского форума стартовала вечером, а утром его участники собрались возле мемориала в завокзальном районе Сочи. Сотни боксеров и представители боксерских организаций и федераций возложили венки и цветы к вечному огню. Здесь присутствуют все пять президентов Международных федераций бокса. Четыре из них профессионального и олимпийского бокса. И 90 спортсменов из них, половина из них олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Мы боксеры, мы едины. Мы все друзья, мы все друг по всему миру поддерживаем. Этой акцией, говорят организаторы, хотелось показать, что в спорте нет национальности. Все боксеры мира – это одна большая семья. И каждый, вне зависимости от того, в какой стране живет, а в форуме участвуют представители 130 стран, знает и чтит подвиги солдат Великой Отечественной, которые боролись за мир не только в нашей стране, а во всем мире. Также в акции приняли участие и юные сочинские боксеры. Для города Сочи бокс – он один из самых приоритетных видов спорта. У нас очень большое количество детей, в первую очередь. Ну и, конечно же, взрослых занимаются боксом, как на любительском уровне, так и на профессиональном. Нам есть чем гордиться. У нас в женском боксе есть даже чемпионка мира среди юниоров. Международный боксерский форум будет проходить до 4 февраля. Добавлю, что в 2019 году в Сочи также примет чемпионат России, а после и чемпионат мира по боксу. Сочинские школьники сегодня пообщались с чемпионом паралимпийских игр, российским горнолыжником Валерием Риткозубовым. Встреча состоялась в Музее спортивной славы города. Валерий Риткозубов – слабовидящий спортсмен, который регулярно проводит мастер-классы для учеников в коррекционную школу и просто желающих, учат стоять на лыжах детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам чемпиона, таким образом он вдохновляет подрастающее поколение. В Сочи Валерий Риткозубов переехал на постоянное место жительства. Поэтому теперь подобные встречи он будет проводить с сочинскими ребятами. Первая прошла сегодня. Если бы я был вот так вот приехал маленьким пообщаться с паралимпийским чемпионом, то мне бы это понравилось, вдохновило. Много мотаясь по миру, это вообще самое уникальное место. И климатически, и по красоте. Нигде такого нет. От пальм до снега 40 минут. Лучшего места на земле нет. Напомню, на паралимпийских зимних играх в Сочи в 2014 году российский горнолыжник Валерий Риткозубов завоевал две золотые и бронзовую медали. Сочинские борцы в эти выходные представят Россию на чемпионате Европы по джиу-джитсу. 3-4 февраля в Москве впервые пройдет престижный континентальный чемпионат и первенство Европы по бразильскому джиу-джитсу. На татаме сойдутся более полутора тысяч бойцов из 32 стран. В составе сборной команды Российской лиги профессионального джиу-джитсу выступят сочинцы Егор Тернов, Ольга и Мария Авдеева, Екатерина Поликашина и Анастасия Ячевская. Сейчас спортсмены усиленно готовятся к турниру. Помимо стандартной подготовки в программу вошли специальные силовые упражнения. Психологическая подготовка, работа над дыханием и восстановлением после схваток на ковре. Разработана и усиленная программа технических действий японской борьбы. Напомню, что джиу-джитсу в Сочи молодой вид спорта, но в нашем городе уже есть победители и призеры чемпионатов и первенства России, обладатели титулов победителей краевых турниров. Уже в марте Егор Тернов и Мария Авдеева представят Россию на первенстве мира в Абу-Даби. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...